В Екатеринбургском доме кино состоялся закрытый показ короткометражного фильма «Многое лето». Просмотр был организован для средств массовой информации регионального министерства культуры и представителей Екатеринбургской епархии. Особым гостем премьеры стал митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Прям тут горит огонек веры. Чем сильнее он горит, тем быстрее закончится война и тем быстрее не вернусь домой. По вагонам! «Многое лето» — художественно-документальный фильм, основанный на реальных событиях. Сквозной темой проходит в нем призыв, обозначенный и на афишах, и звучащий из уст главного героя, и, быть может, обращенный ко всем зрителям. Просто верь. Это фильм о войне, о храме в уральской глубинке и вере, который выводит 19-летнего парня из жизненных испытаний. Потерявший память после ранения в бою, только благодаря сохранившемуся в сознании образу родной церкви, он смог вернуться, наконец, домой. Не взрывы и выстрелы, не какие-то непобедимые герои, а вот что-то настоящее жизненное мы сегодня увидели. Настоящее жизнь, в которой действует Бог, в которой много тает недоумений. А ответы на вопросы «как, что и почему» находятся спустя полвека после того, как они задавались. Вот такое удивительное чудо получилось у авторов. Я, конечно, благодарен Богу и всем тем, кто так скромно, самоотверженно трудился над этим, созданием этого фильма. Вот такие истории, ими исписаны страницы летописи практически каждого русского храма. И который закрывался, и который не закрывался. На этом я хочу пожелать каждому, как Миша говорил, кто только верит, кто только верит. Но еще и делись своей верой тем, кто находится рядом. Реальная история семьи Михаила Тягунова, жителя города Нижний Сергий, и местного храма Иоанна Бритечи, вдохновила сценариста и режиссера Виталия Кошкина на создание ленты. Она уже ждет своей встречи с большой зрительской аудиторией. Впереди фестивальная программа на российских и международных площадках, показ картины молодому поколению, чтобы эту историю и о вкладе уральцев в великую победу узнало как можно больше зрителей. Тем дороже, что этот сюжет не написанный каким-то ярким писателем, а это история из жизни. То, что это получилось, получилось так красиво, гармонично, на одном дыхании, иначе как Божьим благословением назвать не могу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова